Вот натоптанно, где-то вчера, наверное, было до дождя. На этом месте, как объясняют специалисты, в борьбе за самку сошлись два лося. В таких баталиях победитель получает все. Внимание женской особи, проигравший, должен уйти. И этот путь отступления зачастую пересекается с автодорогами. Вот так, вот шаг, вот пошел. Одна из таких лосиных троп на трассе Казань-Зеленодольск. Вот это самое опасное место, потому что здесь уже, я не знаю, до моих жизней горов 40, 50 сшибло. Трудности перехода добавляет то, что большинство забегов происходит ночью, когда водителям сложнее вовремя заметить и затормозить. Ночью ездят за 100, за 200, шансов животным нет. При ударе весомых повреждений не избежать и автомобилям. Масса взрослых лосей достигает полтонны. В Татарстане это самое крупное животное. Сахаток в республике насчитывается более 8 тысяч. В минувшем году их сбивали более 30 раз. В этом, к началу гона, уже 18. Сейчас, когда лоси активничают, водители сбавляют обороты. Пошел, а и как нет. Ну, 300 килограмм мяса. Видел, что они могут сделать. Так что не хотелось бы встретиться с ними. Осторожнее надо быть просто. В темное время, конечно, лучше желательно останавливаться и спать. Чтобы уберечься от столкновений, в мире придумали специальные мосты для животных. Такие так называемые эко-дуки с натуральной растительностью особенно популярны в Западной Европе. Правда, эти переходы удовольствие не дешевое. В России первый мост для животных появился только в 2016 году под Калугой. Его стоимость составила 17 миллиардов рублей. Пока у нас самые ходовые меры, знаки на дорогах, ограждения и бдительность самих водителей. Во время лосиного гона всех автомобилистов просят не гонять. Брачный период у животных продлится до конца октября. Дмитрий Аринин, Амир Залюшев, ТНВ, Зеленодольский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова